Добрый день! Сегодня я хочу поговорить о пересечении российской границы для граждан из визовых стран за последние несколько лет Ситуация там резко изменилась, граница стала более строгой, стали предъявляться повышенные требования к этим людям Если много лет было достаточно просто иметь действующий паспорт и визу в Россию, этого было уже достаточно Сейчас на границе, особенно в аэропортах, стали спрашивать дополнительные документы, куда человек следует Человек должен иметь с собой документы, подтверждающие будущее проживание Либо это бронь гостиниц, либо это договоры с арендодателями, хотя бы в копиях Также представители приглашающих организаций теперь неформально, а фактически должны ездить в аэропорт, встречать своих гостей Раньше это требование тоже было, но оно редко применялось Может быть только в каких-то исключительных случаях таким странам, как Африка А сейчас это касается и Индии, и Китая, и всех остальных стран То есть если представитель приглашающей организации не стоит и не ждет в зоне аэропорта человека за границей То человека могут не пропустить Причем это неформальность В 2019 году довольно много людей не пропустили через границу и посадили на обратный рейс домой Также хорошо, если человек помимо паспорта и визы, иммиграционной карты, которую ему дали Имеет документы от приглашающей организации Самый лучший вариант это копия приглашения туристического, делового, рабочего, неважно То есть самое главное, чтобы был какой-то документ И человек должен связанно ответить на вопрос, куда он едет, где он собирается жить И самые простые вопросы задают Вообще в этом смысле стало напоминать Соединенные Штаты Если ты там тоже какую-нибудь глупость и ляпнешь на границе, тебя реально не пропускают через пограничный контроль Все это надо иметь в виду, потому что граница в 2019 году стала намного более сложной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!